различна, то нам с вами по пути. На сегодняшнем служении мы поговорим про очень важную тему. Эта тема успех, и кто-то ее понимает по-разному, и сегодняшняя тема, она будет как раз раскрывать тему успеха в полной мере, в полной мере, и как Библия смотрит на это. Равные шансы на успех. Прежде я хочу рассказать одну историю, которая произошла со мной в детстве. Я еще был, ну даже не школьником, мне было, наверное, где-то 5-6 лет, и у меня был такой дедушка, фронтовик, который всю жизнь проработал в такси, до этого он работал инкассатором, ну вот такой, знаете, заряженный, очень целеустремленный человек, всегда хорошо зарабатывал даже в советское время, был одет с иголочки такой, и вот этот дедушка, его звали Семен, он занимался моим воспитанием. Отец был постоянно в командировках, мама тоже работала, и вот мы жили с дедом, и думаю, у многих, наверное, такое было, что жили там и дедушка, и бабушка все вместе. И вот дед решил сделать из меня лыжника, он сам очень любил лыжи, и мы, помню, приехали на соревнования, вот мне еще было где-то, ну, я говорю, лет 5, и вот все, он меня поставил на лыжи, и я поехал. Я помню, я проехал, ну, где-то, может быть, полкилометра или километр, и очень сильно устал, да, а вообще гонка была 10 километров, то есть мне нужно было проехать 10 километров, представляете? И я помню, я плакал, у меня текли слезы, да, у меня, я не знаю, там, отовсюду бежал пот откуда только можно. Я помню деда рядом, который то тащил меня за палку и держался, да, то он меня подталкивал, то он меня ругал, то он меня, наоборот, вдохновлял, то он сам вместе со мной плакал, да, вот. И вот это, вот это расстояние, это 10 километров, я не помню, уже, по-моему, все разъехались, ну, наверное, больше 4 часов у меня занял этот маршрут, и я все-таки дошел до финала, да, дошел до конца, и получил такую грамоту, как самый вообще младший участник, самый молодой участник соревнований за всю историю. У меня даже эта грамота до сих пор дома лежит. И какие выводы тогда я сделал, да, о том, что мы все бежали гонку, да, я был самым маленьким, самым молодым, самым неопытным, самым слабым, вот, и я мог много раз бросить, много раз отказаться, да, вот, но я дошел до конца, и, знаете, вот успех, да, вот самое главное такое, наверное, правило, это начать и закончить, ну, то есть стартануть и дойти до финиша, вот. И большинство людей, и потом в жизни я сам много раз допускал такие ляпы, да, в жизни, что я очень много что начинал и очень много что потом бросал. И вот этот факт, да, вот в детстве меня научил тому, что не всегда в жизни рядом есть дед, да, знаете, который тебя будет мотивировать, вдохновлять. Не всегда рядом оказывается такой человек, который будет очень высоко заинтересован и замотивирован в твоем успехе, вот. Но я знаю точно, что есть Бог, который очень сильно заинтересован, да, очень сильно замотивирован в том, чтобы мы с вами достигли успеха. И сегодня я раскрою семь таких главных библейских принципов успеха. И что такое вообще успех по-библейски? По факту, да, мы знаем, что праведник, он везде успеет. И тема успеха, она очень сильно раскачивается сейчас вообще везде, в средствах массовых информации, в интернете, но вот этот мирской светский успех, он очень часто не такой, какой успех у Бога. Итак, мы сегодня с вами будем читать Священное Писание. Это будет у нас с вами 1 Коринфянам, 10 глава, с 1 по 13 стих. И на основании этого у нас будет наше сегодняшнее слово. Итак, 1 Коринфянам, 10 глава, с 1 по 5 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». И, ну, скажем так, давайте вот маленько поговорим об этом. Мы понимаем, что на самом деле у всех одинаковые шансы, у всех равные шансы на успех. В принципе, несмотря на социальный слой, несмотря на статус, несмотря на то, где вы родились, с кем вы родились, когда мы приходим к Богу, мы все равны. То есть у Бога нет лицеприятия, для Него мы все любимчики, и когда мы стартуем в Боге, и потом через какое-то время мы видим совершенно разный результат. Ну, к примеру, люди приходят в одно и то же время в церковь, в одно и то же время к Богу, приходят, да неважно даже, на работу бывает в одно и то же время, вот, приходят в первый класс в одно и то же время, но через какое-то промежуток времени что-то происходит, несмотря на все то, что у всех равные шансы, да. Ну, в школе одни и те же учителя, всех одинаково учат, да. Вот, где-то в спортивной секции один и тот же тренер, да, он как бы всех одинаково учит, всем дает один и тот же материал. В церкви, когда человек приходит, он видит того же самого пастора, слушает то же самое слово, ходит на те же самые домашние группы, да, он читает ту же самую Библию, да, у него вот та же самая Библия, там, не знаю, в синодальном переводе, да, он ровно так же может посещать библейскую школу, то есть он получает равные шансы. И так же евреи в пустыне, когда они вышли из Египта, у них были одинаковые шансы, они, написано, ели одну и ту же пищу, ели ту же самую манну все одинаково, да, у них был тот же самый Моисей, их лидер, который их вел, то есть у всех были равные шансы на успех. И мы сегодня с вами разберемся, не какие есть принципы, да, я очень часто люблю, кстати, это делать, не какие есть принципы, что нужно делать, чтобы достичь этого успеха, да, в Боге, с Богом, достичь своих целей жизненных и прочее. Мы с вами разберемся, чего делать нельзя. Однажды один мой друг очень давно, он говорит, хочешь я научу тебя ездить на машине, ну, сдать быстро до права. И я говорю, ну да, он говорит, тебе нужно выучить не то, что нужно делать, а тебе нужно выучить то, чего делать нельзя. И я говорю, да ладно, он говорит, ну серьезно, он говорит, так работает принцип, да, и, кстати, с заповедями так же, да, люди думают, что заповеди это, ну, там, то, что их сильно ограничивать, а так далее, на самом деле это просто границы, то есть ты получаешь границы, то, что не нужно делать. Когда ты сдаешь на права, да, ты учишь знаки, которые нельзя нарушать, правила, которые нельзя нарушать, А все остальное можно. Я так вот воспитываю своих детей, они говорят, папа, можно? Я говорю, можно все, кроме греха. И уже человек определяет для себя вот эти границы и так далее, но не своим личным внутренним убеждением и своим воспитанием каким-то, но теми границами, которые для нас определяет Библия. И вот мы с вами как раз и разберемся с этим. Но прежде мы с вами прочитаем еще одно место, это 2 Петра 1 глава и 1 стих. Симон, Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. То есть смотрите, о чем говорит Петр. Кто не знает, кто такой Петр, наверное, даже все знают, может кто-то вообще не церковный, не верующий человек сейчас смотрит. Апостол Петр это самый главный апостол, самый главный христианин на земле. Сейчас вот папа римский есть, он является таким правоприемником апостола Петра. Так вот, он говорит, я с вами равнозначно принял веру. То есть другими словами, повторюсь, что Бог, он всех нас одинаково наделяет верой. Но потом происходит что-то с нами, то, что происходило с евреями, когда они шли по пустыне, то, что происходило вот с этим народом, который шел из Египта в обетованную землю. То есть в процессе из точки А в точку Б, когда мы идем, да, из Альфа в Омегу, с нами происходят какие-то события, которые нас удаляют от этого итога, от этого успеха. И здесь же, да, мы будем читать дальше 1 Коринфянам 10 главу и прочитаем 6 стих. У нас будет всего с вами 7 этих вот вещей, которые делать нельзя, то есть наши с вами табу, да, в хорошем смысле этого слова. Итак, первое. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. То есть когда мы читаем Ветхий Завет, это для нас образ. И здесь в Коринфянам, да, описывается, как нам нельзя делать. И вот первое, что мы разберем, то есть похотливы на злое. Похотливы на злое. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир приходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью, пребывает вовек. 1 Иоанна 2 глава 17 стих. То есть смотрите, что происходит со многими людьми, с христианами, с теми людьми, которые ставят цели. Может быть и с тобой это не раз происходило, в моей жизни так было. То есть ты ставишь цель, у тебя есть там какая-то мечта, желание. Ты хочешь достичь какого-то успеха в той или иной сфере своей жизни. Но потом вдруг, в один определенный момент, твой фокус сбивается за счет похоти. То есть что такое похоть, да? Похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. И многие люди из-за того, что мы с вами похотливы, да? То есть у нас внутри заложен вот этот вот грех похоти, да? То есть похоть, она есть в каждом человеке, да? И как бы написано, грех на пороге лежит, но ты господствуй над ним. И многие люди, мы вместо того, чтобы нам стремиться куда-то достигать, мы растачиваем свой потенциал, свой функционал, свои мечты, свои желания на похоть. Ну то есть это может быть, к примеру, простой пример, да? У вас есть, ну не знаю, человек от Бога в вашей жизни, да? Муж или жена, к примеру, да? И этот человек еще не пришел в вашу жизнь. Но так как у вас есть сильное сексуальное желание, сильное сексуальное влечение, похоть, вам может понравиться какой-то парень или девушка, и вы как бы не получаете тот успех, который приготовлен от Бога, растачивая, разменивая свою жизнь, живя совершенно с чужим человеком. То есть с тем человеком, которого Бог для вас вообще не предназначен. И это может быть даже не сексуальное желание, это может быть просто ваша похоть, что у вас там какие-то ваши душевные потребности закроются, или одиночество там, или еще что-то. Я помню, когда я приехал на миссию молодым парнем, мне было там 30 лет, и я иду, то есть я занимаюсь служением, я в церкви, у меня все хорошо, все классно, я занимаюсь благотворительной деятельностью, социальной работой, и мне навстречу едет такая большая черная машина. И я смотрю, в этой машине сидит парень, да, моего примерно возраста, он шикарно одет, у него на руке золотое кольцо, да, оно даже так, знаете, блеснуло мне чуть-чуть в глаз от солнца, вот. И я такой думаю внутри, да зачем мне все это надо, вот Богу служить, ходить тут, претерпевать, да, там, а мы ходили еще объявления, клеили, знаете, у меня во рту был такой тюбик клея, чтобы не замерзало, была погода вот примерно как сейчас такая, да, вот, и у меня губы от клея полопались, и я иду, и знаешь, внутри бунтую, внутри ропчу, и я говорю, да мне может нужно просто там бизнесом только заниматься, или работать пойти, или еще что-то, вот парень же достиг, а я чем хуже, я тоже умный, и так далее. У меня внутри это начало разгораться, это похоть, и Бог мне тогда сказал, да не совидует сердце твое грешникам, ты же не знаешь, каким образом ему досталась эта машина. И знаете, прошло много лет, да, и сейчас у меня машина еще лучше, я живу в шикарном доме, и самое главное, что я живу с Богом, у меня жена, трое детей, я как бы не разменялся на вот эту житейскую какую-то гордость, какую-то похоть очей, и Бог дал такую благодать, как бы достигать целей вместе с ним. Итак, первое, с чем мы должны с вами разобраться, это похоть и это гордость, потому что гордость, эгоизм, оно очень часто отталкивает нас от тех жизненных целей, которые нам приготовлены Богом. Я очень часто привожу пример, да, что самый гордый человек, это тот человек, которому нечем гордиться. То есть, вот если мы посмотрим на бомжа на улице, да, это очень гордые люди, хотя они в принципе все потеряли. Я думаю, тот итог, который в жизни у них сейчас есть, это не то, что Бог хотел для них. Согласны? И давайте следующее. Все очень просто. Первое Коринфянам, 10 глава, 7 стих прочитаем. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано. Народ сел есть и пить и встал играть. Итак, идолопоклонство. Человек, когда он приходит к Богу, он может очень легко заменить Бога на идола. Знаете, такой появляется у нас с вами карманный Бог. Ну вот это мне нравится, о господи, да, да, спасибо. А вот это мне нравится, мы берем Бога и в карман его, прячем его под седло. Может быть, знаете, как есть такая история библейская, да, когда Рахиль, она выезжала из собственного дома, она украла идолы. То есть, что такое идолы? Идолы, это может быть хоть что. Хоть что может стать идолом? Идол, чего ты не можешь оставить хотя бы на время и носишь всегда в своем сердце. То есть, вот идолом может хоть что стать. Это может быть стать служение, это могут стать материальные вещи, это может быть стать хобби, это может стать бизнес. То есть, ты постоянно думаешь об этом, ты постоянно носишь это в своем сердце. И самое главное, ты не готов отказаться от этого. Я очень часто молюсь и задаю себе вопрос, а готов ли я сегодня, вот если Бог призовет меня, да, оставить бизнес, к примеру, да, у меня очень большой бизнес, крупная компания, скоро мы заработаем миллиард, и это очень много денег, это очень большое количество людей. И я всегда молюсь так и вспоминаю, Господи, откуда я пришел, откуда я не спал? И это очень такой большой вопрос. Нужно оцифровать и определять идолов в своей жизни, потому что идолы, это замена Бога. Когда мы заменяем Бога в своей жизни, то очень легко нам уклониться и начать служить тому, и фокусироваться на том, что не является Богом, то, что является идолом. И Рахиль, когда она уезжала, она спрятала этих идолов под седло, и мы очень часто прячем этих идолов глубоко в свое сердце. Итак, третье, третье, да, то, что нас отводит от успеха, и то, что нам не дает двигаться с Богом по жизни, это, конечно же, народ сел есть и пить и встал играть. Просто сели есть и пить. И бывает, знаете, мы относимся очень играючи к нашей вере, очень играючи к нашей жизни, очень играючи к нашему христианству. Мы думаем, что это просто какие-то игрушки. Ну, там, сегодня верю, завтра не верю. Сегодня хожу в церковь, завтра не хожу. Сегодня грешу, завтра не грешу. И Бог, Он этим самым попирается, и мы очень часто, да, тратим свое время, которое предназначено на то, чтобы воевать, мы тратим это на развлечения, на игры. У нас становится такой инфантильный подход, инфантильное христианство. Мы не серьезно относимся к семье, к служению, к церкви, к Богу, к самим себе. То есть, и я не говорю, да, что нужно сейчас, знаете, напречься, да, и стать таким религиозным каким-то фанатиком. Я говорю не об этом. Я говорю о том, что произошло с Давидом. То есть, мы помним, да, историю Давида, почему Давид, он согрешил с Версавией, да, и потом он убил лучшего друга. И потом дальше, то есть, он там потерял очень много, он потерял четверых детей. То есть, и Бог пришел, сказал за то, что ты это сделал. Я, пророк, пришел, да, и говорит, там, у тебя Бог заберет четверых детей. То есть, ты вчетверо отдашь за это. И все очень просто. Когда Давид вышел на балкон, да, там, или в окно, куда он смотрел, и он смотрел, как купалась в Версавии, там было написано, было время ходить царям в походы. То есть, это было время воевать. И часто в нашей жизни, да, есть время воевать. Есть время отдыхать, но есть очень часто время воевать в духовном смысле, в формате служения, в формате достижения людей, и так далее, и так далее, и так далее. И никогда не садись, да, никогда не останавливайся, когда тебе нужно бежать. Да, есть время для остановки. И даже написано, остановитесь и познайте, что я Бог. Но когда Бог тебя определяет двигаться, воевать, сражаться, бежать, идти, как вот тогда, я помню, я тебе бежал на лыжах, да, Бог стоит рядом и говорит, беги, тебе нужно дойти до конца, ты потом отдохнешь. Произойдет такое время, отдам тебе время, да, когда ты сможешь почить, когда ты сможешь отдохнуть. Но сейчас время бежать. И Писание говорит, бегите, чтобы получить. Многие люди, да, они не хотят конкурировать. То есть они не хотят конкурировать, но нужно понимать, что жизнь, да, это хотя игра, но это игра с высоким уровнем конкуренции, да, и к этой игре нужно относиться серьезно, очень серьезно. Очень серьезно нужно относиться к служению, очень серьезно нужно относиться к ответственности, которую Бог дал, И относиться к тому, что Господь положил на сердце то откровение, которое Он тебе дал. И вообще нужно не очень играючи относиться к своей жизни. И давайте дальше. Четвертое. Четвертое. Сели, сели. И смотрите. Сели, мы проговорили. Человек останавливается, и человек относится играючи. Давайте мы еще про это поговорим. Хорошо относиться играючи, но нельзя играть в свою игру. Давайте вот это мы тоже раскроем. Смотрите. Да, жизнь это игра. Да, жизнь это странное приключение. Да, жизнь это интересно. И это очень классно. Это не должно быть скучно. И Писание говорит, служите Господу с весельем. Вот, но нужно играть по правилам, которые установил Бог. Играть по правилам, которые установил Бог. Что это значит? Это игра. И это игра, которую нам дал Бог. Есть такая песня, помните, это моя игра, моя игра. И она мне принадлежит, а таким же, как и я. Это ошибка. Наша жизнь не принадлежит нам. Мы просто управляющие в нашей жизни. И Господь нам эту жизнь дал для чего-то. У каждого из нас есть призвание и предназначение. У нас есть судьба от Бога. Писание говорит, судьба человека от Господа. И мы, когда заходим в эту игру, когда заходим в эту жизнь, когда заходим в эту судьбу, мы должны играть по правилам, которые установил Бог. Для этого нам нужно иметь с ним отношение. В чем была проблема вот этих вот ребят, да, евреев, которые многие не зашли потом в землю обетованную. Они не дошли до конца. В том, что они начинали играть по своим правилам. Бог им говорил, манна, они начинали есть перепелов. Бог им говорил, не пейте оттуда. Они говорили, мы отсюда будем все равно пить и так далее. И мы очень часто совершаем большую ошибку на своем пути. Мы начинаем диктовать свои правила Богу. Вот у меня есть дети. Мы играем, бывает, с ними, да, в разные игры. И у меня есть вот сын, да, у меня две дочки и сын. И сын, он постоянно диктует свои правила. Вот, знаете, он такой, нет, это вот так вот. Я говорю, ты где это взял? Он их сам придумывает, делает это как ему удобно, как ему выгодно. Вот. И перестраивает правила по ходу игры. Я говорю, подожди, так вот же написано в правилах, да, вот нужно вот так играть. Он говорит, нет, это неправильно написано. Я говорю, подожди. Если вот здесь написано, да, не убей, не укради, не согреши. И ты говоришь, ну, слушай, это вот, вот это можно воровать, а это нельзя. Я помню, одна моя знакомая, родственница, да, она приехала с базы отдыха и украла там посуду. Ну, там поварешки какие-то, еще что-то, это еще в советское время было. Я говорю, ты зачем украла поварешки? Она говорит, я не воровала. Я говорю, в смысле не воровала? Ну, ты украла их, как бы, ты, это же, ну, у меня слов нет просто. Она говорит, нет, это государственное. Ну, то есть, понимаете, мы очень часто себе придумываем какие-то правила, какие-то игры, которые Бог вообще не устанавливал. Поэтому очень важно, да, относиться, еще раз повторюсь, да, что христианство не как игре, либо как игре, в которой правила установил Бог. То есть, не бросать. Потому что, знаете, когда мы вот так относимся, хотя, ну, ладно, что, брошу опять, да, там, о, брошу семью, жену вот эту брошу, новую заведу, а это не понравилось, эту брошу, вот, или мужа там, да, вот, я сейчас говорю про официальный брак, вот, или там служение, да, о, взял, бросил. Писание говорит, и то делайте, и этого не оставляйте. Если вы действительно хотите достичь успеха, я могу рассказать про свою жизнь. То есть, это очень большая дисциплина, это очень большой порядок, и это доведение дел до конца, в том числе и служение. Потому что, если ты хочешь оставить служение, тебе нужно родить Соломона. То есть, тебе нужно взять кого-то, поднять этого человека, выучить его, и оставить его на своем месте, идти дальше, туда, куда ведет Бог. Итак, пятое, восьмой стих. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи. Блудодействовать, что такое блудодейство? Это когда не постоянство, это когда ты меняешь одно на другое постоянно. То есть, ты как бы начинаешь жонглировать ценностями, начинаешь жонглировать в своей жизни какими-то моментами. Поэтому, чтобы не быть блудодейником, это не только про измены говорится, то есть, люди очень часто блудодействуют и в других сферах. И 1 Коринфянам 10 глава, 8 стих, еще раз прочитаем. Некоторые из них блудодействовали, не станем блудодействовать. То есть, нужно определить свой маршрут, не нужно уклоняться с этой лыжни. Потому что у меня есть другой пример из моей жизни, когда я был в спортивном лагере, уже был старше, да, и такой поматерей, да, стал поопытней. Я помню, нужно было бежать кросс. И мы бежали кросс, и я смотрю, едет мотороллер. И я с удивлением обнаружил, что на мотороллере, это было вообще где-то за городом, там 30 километров от города, едет мой друг школьный. Я ему говорю, «О, ты что здесь делаешь?» Он говорит, «Да у меня здесь дача». И я, представляете, говорю, «Класс вообще, раз-раз по сторонам никого нет». Я прыгаю к нему в мотороллер, и он меня до конца, до финиша довозит. Мы еще там ягоды какой-то поели и так далее. Я самый первый вылез там примерно за 200, лукавой схемой примерно за 200 метров до финиша. Намочился чуть-чуть водой, как будто я вспотел. И такой, как будто я первый прибежал. И тренер такой говорит, «О, ты что, первый прибежал?» Я говорю, «Ну да». Он такой, «М-м-м». Ну и понятно, да, мои спортивные достижения никогда до этого первым не прибегал. И это вызвало подозрения у тренера. И, конечно же, провели расследование, все узнали. Нашелся человек, который видел, как я садился в мотороллер. И в этот же вечер у нас было такое наказание. Нам по, извиняюсь, по пятой точке, да, били 45-го размера кедом. И я помню, мне ставили эти банки в дзюдо. И тогда я понял, что не нужно блудодействовать. То есть не нужно уклоняться как бы от того маршрута. Если у тебя есть лыжня, если у тебя есть в жизни маршрут, который положен Богом, не нужно уклоняться ни вправо, ни влево. Аминь. Итак, шестое. Шестое. Не искушать Бога. 1 Коринфянам 9 стих. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей». Погибли от змей. То есть очень важно, смотрите, не искушать Бога. Что значит не искушать Бога? Это значит не совершать действий, действий, которые в твою жизнь запрограммированы Богом. Ну, то есть, к примеру, Господь тебя поставил там, да, ну не знаю, дал тебе дары определенные, дал тебе определенные таланты, ну не знаю, петь, к примеру, да, а ты такой говоришь, а я не буду петь, я плевать хотел на эти дары, плевать хотел на эти таланты, я вот этим вообще Богу не буду служить, а я вот буду, ну я не знаю, акробатом, ну потому что я так хочу. И это не говорится о безвольности какой-то, то есть это говорится о том, что мы очень часто начинаем провоцировать Бога, искушать Бога. Мы очень знаем хорошо этот пример, да, когда этот демонический сатанинский принцип, когда дьявол поднял Христа на крыло храма, да, и говорит там сбросься вниз, и у тебя ангелы подхватят, и у тебя все будет хорошо. И Иисус говорит, не искушай Господа Бога своего, не нужно совершать действия, которые не вписываются в Божий план, это очень важно. Поэтому нам, как верующим людям, и вообще просто людям, да, которые, возможно, еще вообще не в церкви, нам нужно задуматься, а сегодня наша жизнь, она вообще в Божьем плане, мы сегодня совершаем какие-то действия, которые искушают. Вот, это знаете, такая, искушать Христа, это играть в ладошки с дьяволом, да, вот, раз там, ой, схожу в ночной клуб, а че там нормально, да, ой, выпью чуть-чуть, да, ой, да трава не наркотик, да, там, вот, ой, я сейчас, знаете, вот многие люди, которые наркотики начали употреблять, они такие, все становятся наркоманами, а я нет, у меня очень сильная сила воли. И потом этот человек в репцентре сидит, у него уже ни вен нету, ни мозгов нету, да, шприц посреди головы, он такой, ой, а что со мной произошло? Ну, ну, ты просто искушал Бога. Или также человек, да, который, ну, там, уже в церкви верующий, там, да, и прочее, он начинает, как бы, там, снова соприкасаться с какими-то моментами, ну, там, не знаю, человек идет, как бы, в свое старое окружение с миссией такой проповедовать, да, и вот он уже сидит, где-то за столом, с рюмкой водки и проповедует совершенно другое. И седьмое, последнее, не роптать. Десятый стих написано, не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. И что такое ропот? Ропот – это извращенная форма общения, и большинство людей, как бы, да, они совершенно не достигают успеха из-за того, что они просто ропчат. То есть я называю это, знаете, такой дух бабки, да, человек такой, бубу-бубу-бубу-бубу-бубу-бубу-бубу. Смотришь, вроде молодая девушка, молодой парень, постоянно ропщат и так далее. Мне тут, знаете, расскажу один такой анекдот, да, дедушка с бабушкой, они решили заняться любовью, да, вот, и дедушка такой обрадовался, у него вроде все получается там, раз, и ничего не получилось. Вот, и он сидит такой на краю дивана, такой расстроенный, молчал, молчал, молчал такой, и тут такой раз говорит, Путин виноват. Бабка такая говорит, ты что, дед, при чем здесь Путин-то? Говорит, при чем здесь Путин-то? Он говорит, ну при Брежневе же все нормально было. Понимаете, вот, и очень часто мы обвиняем кого-то, мы ропчим, мы находим каких-то других виновников нашего неуспеха и так далее. И это не от Бога. И давайте прочитаем дальше. Посему, кто думает, что он стоит, берегите, чтоб не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми, сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. И нет нечеловеческих искушений, и Бог не дает сверх сил. Бог не дает сверх сил. И поэтому давайте мы в заключении все-таки подведем такой финал, или подведем такой итог. Смотрите, у Бога все равны. Римлянам 2 глава 11 стих там говорится, что ибо нет лицеприятия у Бога. То есть, Бог, у него нет любимчиков, нет у него счастливчиков, он равнозначно всем дает веру, для него мы все похожи, для него мы все любимчики, он нас всех очень сильно любит, он нас любит так, как будто ему больше некого любить, как будто мы одни на всей планете. Но, смотрите, 1 Петра, 1 глава 17 стиха, И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, то есть жизнь, помните, это и такое странствие, приключения, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из метр и дал ему по слову, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Итак, смотрите, друзья, очень важно понимать, что все стартуют одинаково, все имеют равные шансы на успех, но многие из нас не доходят до финала, потому что мы начинаем отвлекаться на идолов, мы начинаем роптать, мы уходим в собственные похоти, мы начинаем играться с нашим призванием, с нашей судьбой от Бога, с нашим христианством, с нашей верой и так далее. И в заключении сегодняшнего слова, сегодняшней проповеди, я хочу помолиться с вами простой молитвой, для того, чтобы начать жизнь с Богом, для того, чтобы начать достигать вот этого успеха, о котором я сегодня говорил, вместе с Богом, основываясь на Слове Божьем, для этого нужно пустить Бога в свою жизнь. Что это значит? Все очень просто. Есть простая молитва, которой мы можем сейчас вместе с вами помолиться. Это молитва для тех, кто еще не примирился с Богом, потому что для того, чтобы примириться с Богом, для этого нужно открыть свое сердце для Него. И Слово Божье говорит, что устами мы исповедуем ко спасению, а сердцем веруем. Я знаю, что многие из вас в своем сердце, в своем душе верят. И это очень здорово, это очень классно, и это очень интимно, это наши с вами личные отношения с Богом. Но очень важно еще и устами сказать это. Писание говорит, что Христос, Он стучит в сердце. Он стучит в каждое сердце, и Он хочет навести порядок в наших с вами сердцах. Сделать так, чтобы мы вместе с Ним, в Его Божьем плане, без вот этих вот ненужных вещей, о которых мы сегодня говорили, достигли успеха, пришли в свою мечту, зашли в свое призвание и так далее. И молитва, молитва примирения с Богом, она открывает новую дверь, новое будущее и новое видение. Я буду молиться простыми словами. Если вы никогда не молились, вы можете просто закрыть глаза сейчас, повторять эту молитву и верить при этом. «Дорогой Господь, я прошу прощения за мои грехи. Прости меня. Войди в мою жизнь, войди в мое сердце. Благослови меня. Перед всем небом, перед всей землей и перед всем адом я исповедую Тебя, Иисус Христос, Своим Господом и Спасителем. Открой для меня нужные двери, наведи мир и порядок в моем сердце. Благослови меня и мою жизнь во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь». И я коротко еще помолюсь сейчас. Знаете, я хочу помолиться о том, чтобы успех и Божий успех, библейский успех, пришел в нашу с вами жизнь. Господь, мы молимся сейчас и просим, чтобы Ты благословил людей, которые здесь сейчас на этом служении, чтобы Ты открыл нужные двери, а не нужные закрыл. Чтобы Ты благословил бизнес, благословил дела, Господь. Чтобы Ты начал сверхъестественную работу и сверхъестественные чудеса, Господь. Благослови наших друзей, родственников, врагов наших, наших сотрудников, клиентов, конкурентов, подписчиков, если кто-то вот блогеры сейчас смотрит, благослови. Мы молимся Тебе, чтобы был Твой успех, чтобы ничто не сбило с нас пути, не отвлекало нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, подписывайтесь обязательно на наше служение, делитесь этими проповедями, пишите, комментируйте, ставьте лайки. Это очень сильно поможет развитию нашего служения. С вами был Сергей Коростелев и проект «Бизнес по-честному». Друзья, на базе нашего служения мы создали автономную некоммерческую организацию, обновление и проект «Охотники за мечтами». мы не будем в классической форме здесь, в этом служении, собирать десятины, пожертвования, и мы не являемся онлайн-церковью, как это делают некоторые. То есть наше служение, оно направлено на то, чтобы помогать вам, служить вам, и в том числе заниматься социальной деятельностью и работой. Вы знаете, что наше видение – это миллион миллионеров, филантропов, служащих Богу и людям. Поэтому вы можете помочь этому служению именно в формате автономной некоммерческой и благотворительной организации. Чем мы конкретно занимаемся? То есть проект «Охотники за мечтами» и оно обновление занимается социальной деятельностью. В основном это помощь одиноким, многодетным, малообеспеченным родителям. Ну то есть когда, допустим, один отец или одна мать остается без кормильца, да, и это то есть двое, а чаще всего три-четыре, а то и больше людей. Мы не просто помогаем материально, ну то есть там купить продукты или еще что-то. Мы заинтересованы в том, чтобы помочь конкретному ребенку выполнить его мечту. Ну то есть, к примеру, одному мальчику, да, который, кстати, помимо этого еще и болел, да, у него было серьезное заболевание. Мы, к примеру, он мечтал записать песню на студии, да, и мы подарили ему песню. И вы бы видели, как мы потом слушали эту песню со слезами на глазах, да. И также это помощь там в обучении, к примеру, да, там ребенок хочет научиться играть на скрипке и так далее. То есть мы хотим делать так, чтобы эти люди, они не просто социализировались, да, но чтобы они развивались, обучались и достигали успеха, достигали того самого, о чем я говорил на сегодняшнем служении. Поэтому здесь будет к этому видео приложена ссылка. Вы можете добровольно пожертвовать. Внутри нашей организации создан попечительский совет. Я сам лично никак не отношусь к этим деньгам. То есть есть целая команда, которая этим занимается. Я сам с удовольствием жертвую и благотворю в Оно обновление и в проект Охотники за мечтами. И не забывайте, что доброходно дающего любит Бог. Поэтому мы с удовольствием примем вашу посильную помощь с благодарностью, благословением и с чистым искренним сердцем. Пусть Бог благословит вас. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok